Чё, кого не будем тратить сегодня много времени, ребёнок выловил меня прямо с порога и отправил на кухню с криками «Я голоден!». А времени у меня реально мало, я опаздываю, мне всего на всё про всё полтора часа, поэтому заботливая дочь уже продукты разложила, которые я сейчас вам представлю, и быстро начну их готовить. Поэтому сегодня больше не будет никаких слов, а будет чистая готовка. Поехали! Опачки, что тут дочь мне приготовила? Это курочка, так, тут у нас кунжутик, это, я понимаю, для одного соуса, для курицы, это горчичка, это ореховый соус, это паприка, это пиалочка для этого соуса. Тут у нас кабачочек, пиалочка для его соуса, соус соевый, соус поострее, ножик острый, соль, для чего соль, а для противня, на котором мы будем запекать наши грудки. Мама в детстве мне всегда готовила курочку на соли, и она получалась супераппетитной хрустящей корочкой. И у нас наш любимый уок, на котором я буду готовить кабачок. Пока будет готовиться курочка, в духовке я успею приготовить кабачок в остром соевом соусе с кунжутом. Более не тратя ни свое, ни ваше времени, я приступаю быстро к готовке и буду комментировать по ходу пьесы. Сегодня вот такой вот интерактивчик, потому что времени реально в обрез. Итак, насыпал горчички, туда же я сыпанул для цвета паприки, туда же я добавлю для аромата ореховый соус, он очень ароматный, поверьте. Быстро перемешиваю весь наш соус получившийся и начинаю промазывать нашу курочку, которую я уже предварительно положил на солевой противень. Ну вот, такая красотища у нас получилась и дабы не терять драгоценного времени, я кладу ее уже в духовку, которую поставил на 45 минут. И давайте сегодня на 210 градусов ускорим процесс. Так, пока запекается курочка, что у нас со вторым соусом? Я добавил туда уже наш чилийский, теперь череп соевого и давайте добавлю нашего или моего любимого маслица подсолнечного extra virgin oil. Вот такая похожая на нефть конструкция получилась, пиалочки. Сейчас я ее размешаю и вылью в такую вот огромную пиалку, в которую я сложу наши нарезанные кабачки. Кабачки готовы, заливаем аккуратно нашим получившимся чилийско-соевым соусом. Быстренько все это перемешиваем, чтобы все наши овощи пропитались хорошенько в этом соусе. На завершающем этапе мы досыпаем сюда кунжучку, я люблю побольше, закрываем крышечкой. И самое последнее, это разрыхлитель теста. Это будет как бы наша панировочка для наших кабачков. Все не надо, 10 грамм в пакетике, высыпаем половинку и снова аккуратно теперь уже перемешиваем. После того, как перемешали, прям вместе с остатками соуса выкладываем на разогретый наш лог в сковородку. Жарим примерно минутчик 10 и вот такая у нас на половине этапа аппетитность выходит. Все румяненькое, все с золотистой корочкой, кунжутик, все как надо. Я думаю, на вкус также будет убойно все выглядеть и ощущаться. Все, дожариваю. Курочка у нас 31 минута осталась. В принципе, я везде успеваю. Так что ждем. Вуаля, все готово. Все супераппетитно. И дабы усилить эффект, я выдавлю сюда еще один зубчик чеснока. Собственно, вот и результат. Не пропустив ни одного кусочка, я аккуратно распределил чесночок по всей поверхности наших получивших кабачков. И ставлю их ожидать нашу курочку. А курочке уже осталось 26 минут. Как ты там, наша курочка? Ну, смотрите-ка, курочка-то отсюда даже видно, как прям подрумянилась. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Получится ли у меня, как у моей мамы, или ничего не получится. Но я думаю, что успех у этого блюда все-таки будет. Я в это верю. Итак, время наше закончилось. Крокодильчик несется спасать курочку. Открываем, хватаем и достаем наше произведение искусства. Такая вот корочка аппетитная. Не думайте, что что-то пригорело. Ничего не пригорело. Просто вот оно так, экспресс, мощно на гриле пропеклось. Как вы видите, внутри все блестит жиром. Все сочное. Мясо ням-ням. А теперь зовем ребенка, который уже нарезает круги и хочет съесть уже меня. Итак, момент истины. Мясо буквально истекает соком. Все просто. Даже косточка отрезалась идеальнейший. Дабы не копать жиром. Покажу над тарелочкой. Это нашей голодной Ксении. О, хрустит мой хищник. Ну как курица-то? Отлично. Отлично. Ну все. И времени хватило папе. И ты теперь не голодна. А я побежал. Все. Приятного аппетита. Пока-пока. И буквально пару слов. Если нравится канал, если нравится Русия, если нравятся рецепты, если нравится то, как это преподносится, подписывайтесь, пишите комментарии. На все отвечу. Всем доволен. Пока-пока. Пока-пока.